Приветствую вас. В первую очередь надо бы понять, сколько вам лет, сколько лет вам, сколько лет вашей девушке, вот, когда вы вместе, вот, это тоже довольно важный момент. Потому что бывают, ну, бывают кризисы отношений, вот, то есть бывают кризисы, например, кризис трёх лет, а бывают отношения, ну, это такая достаточно классическая, я бы сказал, история, вот, когда кризис, вот, ну, когда кризис появляется. Это абсолютно нормально, вот, здесь, как бы, нет ничего удивительного. Ну, конечно, если не уделять ему внимания должного, вот, то могут быть, могут быть проблемы. И проблемы могут быть довольно серьёзные, вплоть до расставания. Поэтому, как бы, вот, нужна такая вводная, я бы сказал, да, такая базовая, если угодно, информация здесь. Вот, это первое, что хочется сказать. А, второе, что хочется сказать, это, пожалуй, то, что нужна история. То есть нужен определённый бэкграунд, чтобы понять, что могла девушка, девушку напрячь. Вот, например, человек может элементарно испугаться какой-то близости, вот, элементарно может испугаться каких-то элементов ответственности. Вот, может испугаться человек в ближении, как может чувствовать себя, там, должной и обязанной, в данном случае, если мы говорим про девушку, опять же, конкретно про неё. Вот, вариантов может быть достаточно много. Может быть, у девушки срабатывает некий механизм, вот. В частности, этот механизм может касаться её ощущений, возникающих при всплении в интимную связь, вот. Это вполне нормально, вполне идти, а, вполне часто такое бывает, вот. К сожалению, я бы, я, конечно, не сказал, не сказал бы ни в коем случае, я бы не сказал о том, что это прямо хорошо. Ну, потому что понятно, что из-за этого страдаете и вы, из-за этого страдаете и она, вот. То есть, тут вот, ничего хорошего нет. Ну, для вас это понятно. Но, в то же время, а, такое бывает. Вот. Вот. В то же время, а, такое случается. Вот. И, а, да, нужно воспринимать, а, как минимум, спокойно, вот, как максимум. В понимании мы, по факту, ну, для начала, вообще, стараться это обсудить. Да? То есть, ну, да, стараться, как-то, вот, понять, что вообще происходит. Вот. Можете, можете ли вы, условно, с этим что-то сделать, да? То есть, как-то помочь, например, ну, вашей девушке, вот, что-то там, что-то для неё сделать. Вот. А, если отношения искренние, если отношения доверительные, вот, то, там, спустя, довольно непродолжительное время, девушка может, в принципе, рассказать, что её тревожит. Вот. Вот. Или, или сказать, что, не знаю, что, там, ей могло что-то не понравиться, вот, её могло что-то не устроить, её могло что-то напрочь, вот, во взаимодействии с вами. Ну, вот, такое, к сожалению, бывает, это, ну, это неприятно, безусловно, это неприятно. Когда такие вещи случаются, это неприятно, когда такие вещи происходят, но, как бы, все-таки это бывает, да? Все-таки это случается, все-таки это происходит, к сожалению. Поэтому, мне кажется, мне кажется, что лучшее, что можете, например, сделать вы, да, это, ну, не давить, во-первых, на человека. Вот. То есть, ну, понятно, что, ага, вы можете воспринимать это, как, ну, вы можете воспринимать это, наслышат. Вот. Да. То понятно. Ну, по факту, там, как бы, к вам это отношение можете не иметь вообще, и, на самом деле, это может касаться только чисто девушку, что, вот. И, важно, чтобы вы проявили здесь, понимание, эмпатию, важно, чтобы вы проявили здесь терпение, важно, чтобы вы выразили, девушка, вот, принятие, принятие, как, ну, какое-то принятие ее, да? Вот, потому что, очень легко человека отпугнуть, ну, отпугнуть в этот момент, вот, очень легко человека как-то выпадить, очень легко человека обидеть, очень легко, эм, ну, как-то дать понять, что, что ее чувства не должны вам, там, вот. И, соответственно, тем самым девушка будет, ну, чувствовать себя, крайне, вот, неприятно, вот, крайне негативно, эм, девушка может, эм, ну, девушка может, эм, себя ощущать, эм, вот. И, соответственно, эм, ей, эм, будет, эм, ну, просто, вот, знаете, как, эм, эм, тяжелее, эм, тяжелее будет ей, эм, вам раскрывать, вот. Вот, а, ну, повторюсь, что многое зависит здесь от вас, ну, вот, если вы, эм, если вы, эм, будете внимательны, эм, к ней, если вы, эм, продемонстрируете свою готовность, как-то, вот, ну, с ней вместе, эм, ом, продвигаться, эм, вот, ну, в этих вот, направлениях, то есть, двигаться в направлении исследования её переживаний, её чувств, её эмоции, если вы подемонстрируете это, то, на мой взгляд, девушка может, в общем-то, что называется, эм, ну, расслабить. Вот. Нельзя исключать такой момент, ни в коем случае, нельзя исключать такой момент, что что-то могло ей не понравиться, не стоит исключать такой момент, что что-то могло её не устроить, вот, не стоит исключать такой аспект, что-то ей может быть неприятное, вот, ну, в контексте, вот, в контексте вашего взаимодействия с ней, вот. И, эм, это тоже такая достаточно, ну, достаточно неприятная, может быть, история. тема, может быть, может быть, сложная тема для разговора, вот, особенно если, если как-то, вот, девушка-то, ну, себе, закрывает, вот, особенно если, девушка-то как-то себе, вот, подавляет что-то, да, вот. И отдельным, мне кажется, отдельным пунктом, важным пунктом, идёт вот эта история о том, нет ли, не было ли с вашей страны ничего такого, что могло бы, как-то, вот, а, ну, девушка-наприч, а, вот, как-то девушка, ну, видишь, на эмоции, а, вот, как-то, её толкнуть, вот, а, не было ли, что-то, чего-то такого, вот, потому что если, что-то такое, а, например, могло быть, да, вот, вот, то это, конечно, человека, а, ну, могло, могло, безусловно, от вас отплатить, вот. Не навсегда, безусловно, не навсегда, а, не нужно, вот, пугаться и, ну, какую-то трагедию из этого делать, вот, это, не трагедия, вот, ну, в таком вот смысле, да, и в таком, в таком значении, это не трагедия, это не трагедия. Ну, это может быть, действительно, ну, проблемы, особенно, если у вас контакт с девушкой не очень хорош, вот. Я бы предложил, в качестве такого альтернативного момента, да, я бы предложил, а, значит, немножко обойти, сейчас, оп, с темной стороны вопросов, вот, и перейти больше к личностным, личностным. В стране. То есть, что это значит, да, что я имею ввиду? Я имею ввиду, что, может быть, было бы лучше, если бы выйдет сейчас, своей девушкой, вот, больше бы старались, ну, вот, заниматься, развитием отношений своих, вот. Было бы лучше, если бы вы старались, а, больше, а, внимания уделять, именно, углублению и укреплению, а, ваших отношений. А, и меньше внимания уделяли бы секс. Кроме того, необходимо понимать, что, а, потребность, ну, должна быть в сексе, она у всех разная, и у вас она одна, у, как бы, девушки, может быть, другая. Это абсолютно нормальная история, вот. Опять же, об этом нужно рассказывать. То есть, я бы сказал, что, один из, вот, ключевых моментов, это, именно, именно момент, связанный с уровнем доверия. Между вами. Вот. То есть, если уровень доверия, между вами, достаточно высокий, вот, если уровень доверия, между вами, достаточно, достаточно, вот, то, что, как мне кажется, достаточно быстро девушка может перед вами раскрыться и, в общем, в целом, показать, что ее беспокоит, что ее тревожит. Вот. Говорить о своих потребностях, о том, что вам нужен секс. Можно и нужно. Вот. Да, можно и нужно выбирать форму. Вот. То есть, ну, форма должна быть, как мне кажется, приемлемой. Вот. Для девушки, вот, чтобы она не восприняла это, как насилие. И, значит, побольше просто разговаривать. Потому что, зачастую, именно, вот, в разговоре, могут проявиться какие-то моменты, которые ее беспокоят. Если вы будете внимательны, то, я думаю, это не составит труда заметить и увидеть. Другой вопрос, если вам это не нужно. То есть, если вы хотите встречаться, там, условно, просто разговаривать секс и все. Ну, опять же, ни в коем случае, ни в коем, ни в коем разе я не пытаюсь как-то вас обвинить. Да? То есть, ну, не хотите и не хотите. Вот. Это исключительно ваше дело, исключительно ваше право, как, как распоряжаться своей, своей, своей. Жизнью, да? И на что, в общем-то, тратить свое время. Вот. Поэтому, если вам не хочется на все это обращать внимание, то... Ну, наверное, 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 честнее было бы об этом так сказать, девушка, например. Вот. Честнее было бы просто об этом сказать, девушка. Так, по крайней мере, вы бы выстраивали бы максимально, ну, такие вот, честные отношения. Потому что там. В противном случае просто получится элемент лицемерия, который редко идет на путь. Вот. Вот. И если я вернусь на то, что девушка, например, сама переживает. По этому поводу, если она находится в определенном конфликте относительно этого, относительно вот этих вот моментов, вот. Я бы сказал, что в таком случае имеет смысл вам вдвоем обратиться к психологу и поработать именно вот вместе. То есть, ну, непосредственно над проблематикой. Вот. Если, конечно, повторюсь, вы этого хотите. То есть, тут вот здесь вот нужно, на мой взгляд, именно вот только если вы хотите этого. Если вы этого не хотите, вот, то ни в коем случае, ни в коем случае не нужно себя насиловать, да, и себя заставлять, ну, как бы, ничего хорошего из этого не получится. Так да? Вот. По крайней мере, опыт, мой опыт, он, он вот такой. Да? По крайней мере, мой опыт, он такой. Вот. У вас, понятно, может быть, свой опыт, да, как бы, это нормально, тоже, если у вас свой опыт. Безусловно. Это нормально, если у вас свой опыт есть. Вот. Но с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, работает примерно так. Я бы, я бы, вот, сказал бы, что, ну, подобное возникает довольно часто, когда люди не в очень хороших отношениях находят. Вот. Что-то, ну, когда люди находятся в отношениях достаточно таких вот. Я бы сказал, поверхностных. Вот. И, в этом случае, конечно, девушка может колаться, например, что, что ее, ну, используют, например. Вот. И, причем, конечно, не особо важно, вправдают или нет. Вот. То есть, если она что-то решила, то, ну, как бы, скорее всего, она от этого уже не откажется. Вот. Вот. Поэтому наскок, наскоком и нахлёпом не вариант абсолютно действовать. Вот. Ну, и обделять себя тоже не вариант. Потому что мы считаем в таком случае неудовлетворенным. Будете вы. Вот. В таком случае вы будете, вот, чувствовать себя негативно. Вот. И, соответственно, будете неудовлетворенным. Будете успельчивым. Вот. Что отношения ваши девушки никак не улучат. Вот. Поэтому думать о том, что вам удается это перестать. Или думать о том, что вы сможете себя пересилить. Или думать о том, что вы сможете, там, не знаю, девушку как-то заставить действовать так, как хочется. В целом, это ошибка. Вот. Это ошибка, потому что нет, нет, нет и ещё, ещё раз нет. Это так не работает. К сожалению или к счастью. Ну, наверное. Наверно. 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 Скорее, к счастью. Как мне кажется, что к счастью. Ну, мне так видится, что к счастью. Вот. Понятно, что вы можете думать иначе, и понятно, что вы можете считать по-другому. Это ваше полное правило. Никто на него не пофигает. Вот. Я уж точно не пофигаю на это правило. И считаю, что, ну, что вы имеете все основания, там, продвигать свои интересы. Ну, вот тут, как бы, история такая, что можно, можно делать это, ну, будучи, будучи. Внимательным и чувствительным к собственной девушке. Вот. А можно это делать, будучи внимательным только к себе. Да? Вот. И то, и то, в принципе, может сработать. Вот. И в том, и в другом, в принципе, плохого-то ничего нет. Вот. Вопрос в том, вот, несколько, насколько это соответствует вашим ценникам, да? Вот. Потому что, если не соответствует вашим, ну, вашим ценностям это. Вот. то могут быть определенные проблемы. Вот такой вот ответ у меня есть. Ну, по крайней мере, то, что я могу вам сказать, да и то, что я могу вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот это тот ответ, который могу вам дать. Я абсолютно понимаю, что вы можете быть со мной не согласны, вот. Я абсолютно понимаю, что вы можете стать как-то по-другому, полное ваше право, вот. А, ну, если мы говорим про, про, ну, про решение, если мы говорим про решение, то оно вот такое решение. Вот. И, наверное, другого решения нет. На этом все. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен, надеюсь, что вам это было интересно. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok